Приветствую вас. Давайте попробуем ответить вам на ваш вопрос. Значит, как быть в ситуации, если традиционные сексуальные отношения не приносят удовлетворения? Значит, ну, во-первых, необходимо сперва определиться с тем, какова природа, отсутствие удовлетворения. То есть одно дело, если ваш партнер, например, делает все, что в его силах, да? И все равно вы, например, не удовлетворены. Это один момент. Значит, и здесь же можно говорить о том, что это за партнер. Можно говорить о том, почему вам это не приносит удовлетворение. Ну, то есть, грубо говоря, почему вы в отношениях с этим партнером не можете получить удовольствие. Может быть, что-то мешает, может быть, что-то напрягает, может быть, что-то не нравится, не нравится. Либо, либо дело вообще не в партнере, да, как таковом. Дело, например, вас, может быть. То есть вы не можете получить удовольствие от, значит, сексуальных отношений с вашим партнером, который, например, и есть у вас. И тут, конечно, уже можно говорить именно про ваши собственные чувства, ваши собственные желания, ваши собственные переживания и так далее. То есть перспектива необходимо определить все-таки именно природу неудовлетворенности. Вот. Это первое. Это первое и важное. Дальше. 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 Вы говорите, я вынужден снимать сексуальное напряжение, да, путем, значит, смудовлетворительного. В этом, как бы, тоже страшного, ну, вот, в самом по себе ничего нет. Именно страшного в этом нет ничего. Вот. Ну, то есть сама по себе это нормально. Другое дело, другое дело, как вы сами, опять же, к этому относитесь, да? То есть, грубо говоря, как вы это воспринимаете? Как вы воспринимаете то, что вам, ну, приходится, значит, удовлетворять себя самому? Вот. Как вы сами к этому относитесь? И, возможно, как относится к этому ваш партнер, с которым вы в отношениях? То есть, либо вы считаете, что так, например, быть не должно вообще, либо, ну, партнер вас не одобряет. То есть, как бы, понимаете, здесь требуется разобраться с причинами, понимаете? С причинами той ситуации, в которой вы оказались сейчас, именно в данный момент. Потому что без контекста, без контекста проблемы вам нельзя будет дать какую-либо адекватную рекомендацию, какую-либо адекватную помощь, потому что не совсем понятна проблема. То есть, что это за проблема вообще у вас? Вот. Очевидно, что вы говорите, что я вынужден снимать сексуальное напряжение. Вы вынуждены, значит, если вы вынуждены, то можно говорить тогда о том, что вы это делаете, ну, просто у вас такая физиология, да? То есть, вы испытываете желание, вы испытываете потребности, но удовлетворить эти потребности через традиционные сексуальные отношения вы не можете. И из-за этого вы нуждаетесь в саму удовлетворить. Но, опять же, понимаете, ситуация, она какая? Ситуация такая, что либо вы осознаёте, что проблема у вас и стараетесь решить свою проблему. То есть, ну, понимая, что проблема ваша, вы решаете как бы её сами, свою проблему. Вот. Либо, либо вы понимаете, что проблема не в вас, а проблема в партнёре. И решаете что-то через партнёра своего. То есть, именно через, ну, может быть, беседу с партнёром, да, может быть, через взаимодействие с партнёром, может быть, через обсуждение вот того, что с вами, например, происходит, с того, что происходит с ним и так далее, вы бы пришли к какому-то решению бы для вас обоих, да, чтобы не травмировать, например. Чтобы не травмировать, например, допустим, себя, не травмировать, допустим, партнёра и так далее. Но в чём именно проблема, в чём именно проблема, из вашего текста не я. Может быть, вы допишите его, может быть, вы допишите текст свой. Может быть, вы обратитесь приватно к какому-нибудь психологу, для того, чтобы с ним разобраться более, так скажем, подробно в той проблеме, которую вы озвучили. А если всё-таки дело в вас, да, если всё-таки дело в том, что вы не можете получить удовлетворение сексуально, да, то тут лучше обратиться, наверное, к сексологу для того, чтобы определить, в чём причина, в чём проблема блока на удовлетворение. И, соответственно, уже как-то вот, ну, скорректировать, да, скорректировать своё, может быть, поведение, да, как-то, может быть, скорректировать свою модель поведенческую для того, чтобы как-то вот всё-таки получать удовольствие, да, от того, что вы делаете, потому что всё-таки, ну, понятно, что без удовольствия жить нельзя. Вот. Я думаю, что именно так можно ответить вам на вопрос, на ваш. Вот. Значит, соответственно, я понимаю, что, наверное, это было недостаточно для вас, да, то есть, ну, ответа было недостаточно, но, тем не менее, исходя из того, что вы написали, ответить вам можно именно так. Если у вас дополнительные вопросы какие-то остались, вы можете написать мне их в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. я желаю вам всего самого доброго и удачи!